Мир вокруг меняется все быстрее и все быстрее и все более драматическим образом. Стабильности очевидно становится все меньше, а всевозможных неопределенностей все больше. И с точки зрения бизнеса в какой-то момент становится понятно, что либо ты развиваешься, либо ты умираешь. То есть бизнес или растет, или он погибает. Причем это касается не только предпринимателя, это касается и предприятия, где работает человек. То есть он же работает на кого-то или, как говорится, на дядю или на государство, и это предприятие тоже или развивается или загибается. У людей меняется предпочтение. Они переключаются с одного рынка на другой рынок. И это, как правило, игра на понижение. Почему мы сейчас видим огромное количество СТО, магазинов, автозапчастей и кофеин, к примеру? Ну очень просто, потому что люди уже не могут, ну я говорю про большинство, купить себе новый автомобиль и поэтому они просто ремонтируют старые. Ну то есть вот они рынки. Мы переходим от рынка автомобилей к рынку сервиса. А если взять молодежь, у молодежи вообще сейчас нету предпочтений покупать себе квартиры, автомобили. Они хотят просто владеть. И поэтому, вернее, даже просто пользоваться хотят. Поэтому растет всевозможный шеринг. Это совсем иной способ покупки, который происходит в головах у молодежи. Не то, что, как говорится, у наших родителей, которые хотели купить что-то на всю жизнь. Теперь про кофейни. Почему вот ты выходишь на какой-то перекресток города и видишь 3,5, может быть, больше всевозможных заведений? Не потому, что как-то сильно культура изменилась. У людей стало больше денег и дома не модно готовить и поэтому ходят все в кофейни. Люди таким образом получают маленькие радости и заменяя тем самым, те большие радости, которые просто им стали не по карману. Ну то есть, например, вместо покупки той же новой машины человек покупает путешествия. Вместо путешествий он может просто прийти в кофейню и купить кофе с десертом, посидеть с подружкой. Ну а если нет возможности прийти в какое-нибудь красивое заведение, ну просто ты залипаешь в Instagram, в любую другую социальную сеть. То есть идет постоянное понижение и оно естественным образом оправдывается рыночным предложением. Ну, а теперь очень интересно посмотреть, а что будет дальше? Ну то есть вот эта игра на понижение к чему в итоге приведет и насколько она будет амплектудной и как быстро она к этому приведет. Ну и давайте вот я расскажу про такой же понятный долгий тренд, связанный с автоматизацией и роботизацией. Вообще, села и деревень переезжали работать в городах. И началось все с того, что Европа и Америка владели производственными мощностями и, в общем-то говоря, обеспечивали весь мир товарами, которые они проводили. Но в какой-то момент Китай решил с ними конкурировать. И чем они могли конкурировать? Ну, конкурировали стоимость рабочей силы. И поскольку в Китае она дешевая, потихонечку все производственные мощности перекочевали в Китае. Что стали делать в Америке и Европе? Они стали еще каким-то образом думать, как можно уменьшить стоимость рабочей силы. Ну, поэтому появились роботы. Ну, потому что есть даже такая шутка, почему в Дубае на производстве нет электричества? Ну, да потому что просто роботам не нужно освещение. В смысле, нет освещения, да? Потому что роботам не нужно освещение, и они могут работать и ночью, и им нужны перерывы, перекуры, обеды и так далее. Ну, и что мы видим с учетом этого нарастающего тренда автоматизации и роботизации? Вообще говоря, автоматизация и роботизация — это некие алгоритмы. То есть все, что можно алгоритмизировать, вот это происходит. Мы можем наблюдать это в коммуникациях, это чат-боты. Можем наблюдать это, что… Это не обязательно робот такой с рукой, как терминатор, понимаете? То есть это просто колл-центры, где не говорит человек. Это, например, когда мы в аэропорту находимся, и девушка объявляет рейс, это тоже говорит не человек, как вы понимаете. То есть много-много таких вещей, которые проходят в нашей жизни и потихонечку автоматизируются. Причем, если сначала автоматизировался такой тяжелый рабочий труд, ну, не знаю, там кирпичи делать, то со временем начинают автоматизироваться и такие легкие интеллектуальные задачи. Ну, теперь, почему Сбербанк сократил несколько тысяч юристов? Ну, потому что просто количество случаев конечно, их запрограммировали в те же боты. Ну, и в общем, юридический отдел стал не нужен, потому что просто компьютер по алгоритму вопроса выбирает ответ. Тоже, кстати, самое касается, и если подумать про выписку лекарств, при там обычных случаях, когда люди обращаются в поликлинику, что все эти лекарства описываются по алгоритму. Какие симптомы, какие анализы, и вот тебе, пожалуйста, готовый рецепт по алгоритму. Зачем люди при этом? Поэтому, что мы видим в этих примерах? Ну, мы видим, например, там беспилотное метро в Дубае. Мы видим магазины без кассиров в Лондоне. Мы видим таможенную зону без таможенников, например, в Майами. Или автозаправочные станции без операторов, без людей. Или аэропорт с автоматическими стойками регистрации. Склады без грузчиков. А что будет в ближайшей перспективе? Ну, будет доставка без курьеров, будет транспорт без водителей, будет медицина без врачей, школы без учителей. И это не будет когда-то через тысячу лет. И вот те книжки фантастические, которые мы читали там в школе, в юности, 20 лет назад, 30 лет назад, сейчас уже не кажутся фантастикой. И если мы уже поговорили с вами про обычных людей и про обычный бизнес, то взять такие же крупные компании, как, например, ну, наши нефтегазовые отрасли, Сбербанк, другие любые про государственные компании. Там же тоже мы видим, что увольняют сотрудников тысячами. И становится понятно, что государство не может гарантировать работу, что там идут такие же процессы по автоматизации. И автоматизируется бизнес, и люди будут жить бок о бок с роботами. В итоге исследования говорят, что примерно половина людей, которые работают в США, они будут заменены машинами в ближайшее будущее. В Великобритании это примерно треть, ну а в развивающихся странах, такие, например, как Россия, это две трети. И таким образом главный вывод какой, что уменьшая стоимость рабочей силы, по большому счету вычеркнули обычных людей из производственного цикла. Ну и иначе говоря, чтобы производить еду, одежду, технику, электронику, кучу услуг, люди стали просто не нужны. Какой же выход?